всем привет друзья вы на канале power девайс а это значит что подоспел очередной интересный и полезный ролик на этот раз он будет касаться улучшения звука на ваших android смартфонах дело происходило так примерно неделю назад я решил узнать а можно ли на своем android смартфоне сделать общее улучшение звука чтобы он выходил неважно из динамиков или из наушников уже улучшенный полностью на всем смартфоне думаю суть вы поняли и есть к примеру такое приложение вайпер fx но она работает через root права а я хотел это все сделать без root прав в целом картина получилась такая чтобы все это проделать без root я нашел очень много приложений которые например используют эквалайзер и всякие улучшатели именно в своем плеере но как я сказал ранее я захотел установить себе улучшатель который будет преобразовывать общий звук смартфона так вот друзья одно хорошее подходящее приложение мне все таки удалось найти она называется вайфлет данная программа разработана энтузиастами любителями так что ее не скачать в play маркете сейчас мы вместе с вами ее установим но перед этим объясню принципы и работы когда вы заходите в приложение нажимаем разрешить уведомление включаем галочку enable потом нажимаем вот сюда еще раз активируем enable и включаем так называемый устаревший режим сейчас объясню что это такое сделаем шаг назад у нас появляются различные параметры кстати эти параметры очень похожи на то приложение вайпер fx которая устанавливается только через root а это приложение устанавливается просто как apk файл друзья сразу отмечу что это приложение работает достаточно мягко она не дает какую-то супер генерацию нового звука но при этом она достаточно качественно работает за неделю использования я протестировал все функции например автоматическая эквализация графический эквалайзер визуализатор bass tuner ограничитель и баланс каналов смотрите вообще как это работает помните мы вначале заходили во вкладку enable так вот если выключить устаревший режим теперь к примеру я запускаю приложение youtube music теперь если я открою шторку вот здесь у нас обозначен наш эквалайзер который мы устанавливали смотрите он тут же связался с youtube music друзья то же самое будет происходить с любыми приложениями которые используют музыку например это vk также к примеру это может быть spotify apple music и так далее когда вы включите какое-то музыкальное приложение наш эквалайзер вайфлет покажет что он связался с ним здесь и через него будет пропускаться весь улучшенный звук так вот к чему я это говорил вернемся в настройки в нашем вайфлет зайдем опять в enable все это происходило когда у нас отключен устаревший режим то есть когда эта галочка снята вайфлет связывается со всеми музыкальными приложениями это удобно в том случае если вы хотите улучшать звук только на каких-то музыкальных приложениях во всех же остальных случаях просто включаем вот эту галочку устаревший режим тогда звук нашего смартфона полностью улучшается как и на приложении вайпер fx смотрите я включил эту галочку открываю шторку и здесь у меня уже не написано какое-то приложение а здесь написано система android это означает что сейчас весь звук проходит через наш улучшайзер я тестировал его и через колонку и через родные динамики и через наушники все это прекрасно работает но конечно же лучше он работает с наушниками вы должны это понимать сейчас вкратце расскажу как правильно улучшить звук первое автоматическая эквализация если честно она мне не очень понравилось здесь можно выбрать модель наушников например пишем сяоми здесь выдает несколько наушников от сяоми выбираете свою модель эквалайзер подстраивается именно под них но как я уже сказал друзья эта настройка мне не понравилось лучше ее не использовать а вот графический эквалайзер это то что нужно активируем его заходим сюда здесь также есть пресеты то есть разные настройки но нужно пройти вниз и нажать свой потом нажимаем в эту область открывается эквалайзер смотрите его нужно настроить примерно так вторую поднимаю примерно на 1 и 2 третью на 1 и 5 и четвертую примерно на 0 8 следующий два ползунка средних частот мы пропускаем самые высокие частоты поднимаем примерно на тройку рядом на двойку и следующий на 17 друзья я сразу скажу что эти настройки я подбирал именно под свои наушники сяоми airbats basic 2s они как-то не отличаются супер звучанием и громкостью поэтому данные настройки мне помогли вы же конечно можете задирать их чуть выше особенно вот эти последние три ползунка все это зависит от ваших наушников нажимаем ok наш эквалайзер изменился друзья и еще раз повторюсь что все эти настройки применяются абсолютно на весь наш android смартфон то есть неважно если вы зайдете в приложение музыка либо еще в какой-то плеер либо например даже на youtube то все эти настройки будут применяться даже к видео двигаемся дальше итак графический эквалайзер мы настроили дальше идет визуализатор я также его включаю что это такое это эффект примерно такой же как вайпер fx который делает шире ваше стереозвучание то есть объемный звук силу я выставляю примерно на 70 процентов этот эффект нужно слушать именно в наушниках через какие-то динамики или колонку вы его особо не услышите давайте быстренько зайдем например в youtube music и посмотрим что у нас изменилось друзья надеюсь что вы это слышали через камеру но эффект конечно же есть особенно он будет в наушниках как я уже говорил ранее дальше идет бас тюнер но я им пользоваться не стал во первых он не очень сильно увеличивает бас бас лучше увеличивать через графический эквалайзер и при том у меня в наушниках басов хватает а вот высоких частот и объемного звучания не хватало все это я настроил в общем если будете пользоваться бас тюнером чистоту оставляйте 60 герц и пробуйте немного усиления но не сильно иначе наушники могут не выдерживать и появляются хрипы далее идет ограничитель сюда тоже можно зайти но здесь такие настройки как время атаки время релиза соотношение и порог нам не нужны а вот усиление можно попробовать если вы включите эту галочку усиление это просто увеличение звука то есть общей громкости если вам нужно то регулируйте это я добавил усиление на 1 и 7 децибела ну и баланс каналов нам также по сути не нужен это приглушение правого наушника а это приглушение левого думаю здесь все понятно по итогу оставляем графический эквалайзер примерно на таких уровнях дальше у нас остается включенным визуализатор силу я выставляю примерно на 70 процентов бас тюнер можно как включать так и отключать у меня и без него нормальные басы я его у себя не включаю ну и ограничитель я оставляю усиление на 1 и 7 децибел такими параметрами мне удалось улучшить звук на своем смартфоне также абсолютно неважно через какое приложение выходит звук например через родное приложение музыка через telegram или вы вообще смотрите какой-то фильм друзья ну и конечно ссылку на этот эквалайзер я оставлю внизу в описании под роликом скачать вы его сможете в моем телеграм канале не забудьте пожалуйста также подписаться на мой канал поставить ему лайк если у вас остались какие-то вопросы задавайте их в комментариях постараюсь помочь желаю всем только качественного звука и правильных настроек увидимся в следующих роликах пока пока